Ну что ж, у тебя есть свой аккаунт на сайте Scratch, и мы продолжим работу с сообществом Scratch. В третьей части нашего урока мы научимся работать со своим аккаунтом и изучим все его возможности. Что же можно делать с аккаунтом на сайте Scratch? Еще по-русски слово «аккаунт» означает «учетная запись», поэтому иногда ты увидишь на сайте написано «учетная запись», иногда в некоторых местах будет написано «аккаунт». Это одно и то же. Ну, во-первых, нужно в свой аккаунт войти. Возможно, ты только что зарегистрировался, поэтому ты в своем аккаунте находишься. Я же сейчас покажу, как в свой аккаунт войти. Итак, для этого, если мы вошли на сайт и в аккаунте не находимся, нам нужно нажать на кнопку «вход», ввести свое имя. У меня мое имя вот такое, «Волга Е», и ввести пароль. Я ввожу свой пароль. Как ты видишь, он обозначается точечками, поэтому никто не сможет его прочитать. Входим. Вот, я благополучно вошла, у меня все получилось. Здесь у меня появились какие-то новые сообщения о том, что произошло на сайте во время моего отсутствия. И я могу посмотреть эти сообщения. Я давно не была в своем аккаунте, потому что нужно было записать уроки, не входя в него. И здесь есть какие-то сообщения для меня. Но самое важное, что нам нужно делать, это работать со своими проектами. То есть, следующее, что мы можем сделать, это мы можем добавлять свои проекты. Итак, я еще раз покажу. Я выбираю свои проекты, нажимаю на кнопку «Мои работы». И здесь, ты видишь, у меня проектов достаточно много. У тебя их пока, возможно, нет. Но, чтобы добавить свой проект, мы нажимаем на кнопку «Плюс», «Новый проект». И, как это не удивительно, мы попадаем в редактор Scratch. Здесь мы можем создать проект, и этот проект будет сохранен. Ну, например, давай я сделаю самый простой, известный уже всем скрипт. Вот такой. Проверю, как он работает. Вот он так работает. Ну, и назову его «Тест1», например. Здесь можно ввести имя. И вот когда мы в своем аккаунте, здесь в правом верхнем углу написано, что мы в своем аккаунте. И можно использовать кнопку «Сохранить сейчас». Вот сейчас сказано, что проект сохранен. Если я перейду к своим проектам, то вот он, проект, он сохранен. Но обращаю твое внимание, что проект сохранен на сайте. Если ты захочешь с ним поработать где-то в другом месте или в офлайн-редакторе, то тебе необходимо будет его, что сделать? Сохранить на свой компьютер. То есть скачать на свой компьютер. И видишь, когда мы в своем аккаунте, у нас уже появилось много дополнительных пунктов меню. Раньше их не было, вот этих трех. У нас сейчас есть «Сохранить сейчас», «Сохранить как копию» и «Перейти к проектам». Ну, «Сохранить сейчас» у нас было здесь. Допустим, если мы здесь что-то еще сделаем, к примеру, вот эту вот на настройку не делали, наш проект либо автоматически сохраняется, либо мы можем еще раз для надежности нажать «Сохранить сейчас». Мы можем также сделать копию. Например, тебе нравится какой-то твой проект, и ты хочешь на его основе создавать что-то новое. Допустим, вот у нас было несколько версий игры «Код обжора». И мы можем сохранить как копию. У нас появляется к имени еще слово «Копия». Это копия проекта. И теперь можно с этим проектом работать дальше. То есть что-то еще менять и сохранять. Вот мы можем его сохранить. Можем также перейти к своим проектам вот с помощью этого пункта меню. Давай еще раз перейдем к этому проекту и посмотрим, что еще здесь у нас можно делать. Можно посмотреть страницу проекта. Давай на нее нажмем, и мы видим, что здесь у нас уже все очень похоже на то, как это для всех проектов. Мы можем здесь ввести инструкции. Например, ты можешь написать «Нажми на флажок» и «Смотри». В данном случае это у нас анимация. Здесь можно кого-то отблагодарить, если ты использовал чьи-то проекты. Я покажу, как работать с чьими-то проектами. И можно добавить какие-то теги. Вот здесь есть стандартные теги. Например, это у нас анимация, поэтому можно написать «Анимация». И здесь еще дополнительно сказано, что вы не поделились этим проектом, поэтому только вы можете его просматривать. Нажмите «Поделиться», чтобы его увидели другие. Ну, вот здесь есть один нюанс. Написано «Поделиться», а вот эта кнопка по-английски «Share» означает как раз-таки «Поделиться». Если мы вернемся к коду нашего проекта, то кнопка «Поделиться» вот у нас здесь есть. Если мы сейчас на нее нажмем, смотри, что будет, мы переходим на страницу проекта с описаниями всеми, они есть. И здесь сказано «Ваш проект теперь опубликован». То есть сейчас этот проект видят все, кто работает с сайтом. Ну, конечно же, он где-то в списке проектов. Ну, давай, допустим, я перейду в другую вкладку. Посмотрим. Вот здесь вот, естественно, его не видно, да, потому что много кто еще публикует. Но если кто-то вдруг сейчас мой проект увидит, он сможет с ним тоже работать. Я сейчас перейду к списку проектов опять. И смотри, что получается. Получается, что вот этот вот у меня проект является опубликованным, а этот не опубликован, этот тоже, этот тоже и так далее. Как я это могу определить? Это определяется тем, что здесь вот есть дополнительные надписи. И вот здесь показано, что есть какая-то статистика по моему проекту, и он доступен другим. Я могу его еще добавлять в разные студии. Вот мне доступно несколько студий, я могу его добавить. Вот этот проект тоже опубликован, вот его столько раз просмотрели, вот этот вот тоже посмотрели, и кому-то он понравился, он обозначен как любимый, и так далее. То есть по каждому проекту есть какая-то статистика, сколько раз его смотрели, что с ним делали и прочее. Что можно с этим сделать? Если, например, я не хочу, чтобы его видели, я могу нажать на вот эту вот ссылочку Unshare, то есть не делиться этим проектом ни с кем. Нажму на нее, и вот он становится моим личным проектом. Для того, чтобы не запутаться в этих проектах, можно отдельно открыть опубликованные проекты. Это те, которыми я поделилась, те, которые видят все участники сообщества Scratch. А вот это мои личные проекты. Их тут, видишь, уже целых 54, с которыми работаю я сама и которые не видит никто. Я могу с этими проектами либо работать и редактировать, либо я могу удалить. Например, этот мне не нужен, я его удаляю. Вот его нет. То есть можно подчищать. Итак, я показала, как работать, как создавать свой новый проект. Но я не показала, как сделать проект, опубликовать его здесь на сайте, если он уже у нас создан, сохранен на компьютере. Давай это сделаем. Нажмем плюс новый проект. И я могу сделать что? Загрузить с компьютера. Нахожу свою папку, в которой у меня мои мультфильмы. И, например, мне хочется загрузить вот эту вот гимнастику для глаз. Открываем. Окей. Все то же самое, что мы делали. Вот этот проект есть. Он сохранен. Я могу посмотреть страницу проекта. Я могу им поделиться. Все то же самое, что я уже говорила. И этот проект, который я открыла со своего компьютера, вот он у меня в списке личных проектов. Вот он здесь есть. И я могу еще раз повторю им поделиться. Это я тебе уже показала. И если у тебя есть сохраненные проекты, но ты их еще не публиковал на сайте, ты можешь это сделать, нажав на кнопку «Новый проект», открыв его со своего компьютера, и он автоматически сохранится в твоем аккаунте. Сейчас ты можешь поставить видео на паузу и опубликовать один или несколько своих проектов в своей учетной записи на сайте Scratch. Возвращайся в наш урок. Мы продолжим работать с нашей учетной записью после перерыва. Ну что ж, ты опубликовал свои проекты, добавил их. Можно их публиковать, чтобы увидели все. Это означает, что можно делиться ими. Здесь я написала «Публиковать». Ну, делиться своим проектом, правильнее будет сказать. Это ты тоже уже умеешь делать, и возможно, какими-то проектами уже у тебя получилось поделиться. Дальше что можно делать? Можно размещать проекты в студиях. В тех студиях, в которых разрешено это делать. И размещать проекты в студиях можно разными способами. Сейчас я покажу эти способы. Переходим на сайт. Ну, первый способ, наверное, ты помнишь. Те проекты, которые у меня опубликованы, можно только те, которые опубликованы, размещать в студиях. И здесь есть кнопка «Добавить его». И можно выбрать студию, в которой мне доступно, и в ней разместить. Но если ты хочешь разместить проект в какой-то студии, которую ты вдруг увидел, и она открыта для всех, но в списке у тебя ее нет, потому что ты не являешься менеджером или куратором, это те студии, в которых я являюсь куратором. Поэтому здесь можно их добавить. Некоторые из них создавала я сама. Некоторые меня пригласили. Вот эти студии, мои студии. То есть в них легко можно разместить, опубликовать свои проекты. Если же мне хочется опубликовать свой проект какой-то в другой студии, что делать? Давай перейдем в какую-нибудь студию. Я даже перейду в свою. Ну вот, к примеру, здесь я куратор. Но на самом деле это может быть любая другая студия. Просто чтобы сейчас не искать никакую студию, вот я выбрала произвольную. И здесь, если эта студия открыта, есть кнопка «Добавить проекты». Нажимаем «Добавить проекты». И те проекты, которыми ты поделился, они здесь в списочке появляются. Ты можешь выбрать тот, который ты сюда хочешь опубликовать. Например, вот этот я хочу добавить. Вот я его добавила. Если мне не хочется его сюда добавлять, то я могу его удалить. Вот, я просто удалила. Это не мои проекты, поэтому я их удалять не буду. Но давай сейчас посмотрим какую-нибудь другую студию. Ну вот, например, у меня есть какая-то избранная студия. И я смотрю, что здесь нет возможности публиковать проекты. Нет кнопки «Добавить проект». Давай посмотрим, какие еще есть студии. Вот, не везде можно добавлять свои проекты. Но, допустим, если я сейчас вернусь, мне вот это вот нравится. Я нажму «Следовать», то тоже кнопка у меня не появляется. То есть опубликовать так просто проект в любой студии не получится. Но в студии, о которой я тебе говорила, давай вернемся в мои проекты, в моей студии. Проекты юных программистов и разработчиков игр. Ты можешь свои проекты публиковать. Поэтому ты можешь сейчас поставить видео на паузу, войти в эту студию, нажать кнопку «Следовать», чтобы потом не потерять эту студию, и добавить свои проекты. Зачем нужно нажимать на кнопку «Следовать»? Давай я сейчас нажму, чтобы тебе было понятно. После этого эта студия становится доступной в профиле. Вот если мы выберем профиль, то вот студии, за которыми я слежу, вот она, видите, проекты юных программистов и еще какие-то студии, за которыми я слежу. То есть, чтобы не забыть, какая студия мне интересна, надо обязательно нажимать на кнопку «Следовать». Аналогично с проектами. Если какой-то проект тебе понравился, нажимаешь «Следовать», и он у тебя уже в профиле здесь будет появляться. Вот для того, чтобы потом ты мог дальше работать. И аналогично, люди, которые тебе понравились, ты тоже можешь их выбирать, следовать за ними, и у тебя здесь будет список. То есть, ты сможешь через свой профиль добираться до различных людей и проектов. Ну что ж, у тебя, я надеюсь, получилось. Поехали дальше. Что еще можно делать, если ты вошел в свой аккаунт на сайте? Конечно же, самое интересное, можно обсуждать, комментировать проекты и студии. Ты можешь не только их отмечать как понравившиеся, но еще и комментировать, писать какие-то тексты. Давай посмотрим, как это делается. Ну, например, мне нравится, я посмотрела вот этот проект. Не буду сейчас его запускать, и мне хочется написать какой-то отзыв. Я перехожу в раздел «Комментарии», ставлю мышку «Оставить отзыв» и здесь пишу отзыв. Конечно же, не слово «Отзыв», а пишу. Мне очень понравилось. Вот ребята здесь пишут «Круто», «Посмотри» и так далее. Отвечают друг другу. Ну и потом надо обязательно нажать на кнопку «Опубликовать». Я сейчас это делать не буду, потому что я сейчас внимательно не смотрела этот проект, чтобы не напугать автора. Это автор вот этот вот Саша, да, поэтому я не буду сейчас ему ничего отправлять. Можно нажать на кнопку «Отменить», если ты передумал писать свои комментарии. Можно кому-то ответить. Вот, можно нажать «Ответить», и тогда это будет ответ вот на вот это сообщение. Если тебе понравился автор, ты несколько раз увидел его работы, ты можешь поставить лайк, можешь отметить, как избранное, и этот проект появится у тебя в профиле, как я уже показываю. Ты можешь выбрать, в какой студии опубликовать. Опять же, если ты являешься ее куратором, к примеру, в своей какой-то студии, ты можешь этот проект опубликовать, сам разместить. И, наконец, ты можешь даже перейти к профилю автора и нажать «Следовать», прочитать о нем информацию. Не забудь, пожалуйста, ввести информацию о себе в профиль, посмотреть, какие у него есть проекты, чем он интересуется, и, возможно, что-то из того, что ты здесь найдешь, заинтересует и тебя. И еще раз повторю, когда ты будешь переходить в свой профиль, здесь вот у тебя должны быть написаны какая-то информация для других людей, и здесь будут те избранные проекты и те люди, за которыми ты следишь, с которыми ты общаешься активно. Итак, я показала, как комментировать проекты и студии. Аналогично, если ты вошел в какую-то студию, ты можешь оставить свой комментарий. Сейчас я все-таки это покажу. Войдем в студию, в одну из моих студий. Вот это вот проект юных программистов. И здесь есть вкладочка «Комментарии». Ты можешь оставлять свои комментарии вот здесь вот для студии. Вот здесь мне писали из России. Можно я уже написала. Да, можно. Ребята пишут. Еще раз вернемся. Значит, тебе сейчас предлагаю поставить паузу и откомментировать какие-нибудь проекты, заполнить свой профиль, чтобы ты мог уже полноценно работать. И возвращайся. Ну что, все у тебя получилось. Ты научился комментировать проекты и студии, отмечать понравившиеся. И, в общем-то, действительно, вот следующий пункт, это можно отмечать понравившиеся проекты и студии и следовать за какими-то людьми. И последнее, что я на слайде показываю, это то, что можно создавать свои студии. Вот давай я покажу, как создать свою студию. Чтобы создать свою студию, что нам нужно сделать? Нам нужно войти в раздел «Мои работы». И у нас есть кнопка «Новая студия». Нажимаем «Плюс новая студия». Пишем здесь ее имя. Пишем ее описание. Можно добавить картинку и добавить сюда проекты. Все достаточно просто. И ты можешь эту студию потом сделать либо общедоступной, если нажмешь вот здесь вот флажок, и тогда в ней любой сможет публиковать свои проекты. Если ты этот флажок не поставишь, то никто не сможет в этой студии публиковать свои проекты, кроме тебя самого. Поэтому ты можешь создать свою студию, если хочешь как-то группировать свои проекты. Можно создать несколько студий. То есть, если ты еще раз нажмешь, то будет еще одна студия. Вот еще раз я перейду в список своих студий. У меня тут их много. Та, которая мне не нужна в данном случае, вот эта, которую я создала, конечно же, я ее могу удалить. Я ее удалю. Да, окей. Отвечаю. Вот там, где я куратор, эту студию создал другой человек, я ее удалить не могу. А ту, которой я владелец, по-английски она, то те я могу удалять. Ну что, если хочешь, можешь создать свою студию и опубликовать в ней свои проекты, в своей студии, подумай, будет ли она общедоступна, либо ты для себя просто можешь создавать несколько студий, как некоторые папочки, например, студия для анимации, студия для игр или там еще чего-то. И тогда ты можешь сгруппировать свои проекты в этих студиях. И до встречи в следующих уроках.